Открываешь сайт питомника и написано. Груша колновидная. А человек невдомёк. Во-первых, давайте немножко поизучаем эту тему. На данном плане всегда вот этот фон, видите, это значит нарисовано. Тем более она плодоносит и цвести одновременно не может. Значит, кто-то сделал как бы образ. Вот зацветёт, густо, а пройдёт осень, вот она же и станет плодами. Но хитрость заключается в том, что забыли, настоящее сфотографируют. Рисовать это нелегко. Поверьте мне, это очень нелегко. Но ведь нарисовали, почему? Всё-таки лучше художнику заплатить пару тысяч за рисунок, зато продавать их можно тысячами. А человек будет уверен, что у него такие груши будут. А груш не видел даже продавец, как правило. Вот. Смотрите сюда. Вот эту фотографию, это я называю, знаете как, я называю, узелок на память. Посмотрел на неё и пошли мы вот сюда. Смотрите. Вот мы с вами, вот мы с вами, сейчас найдём. Вебинар, груш, ага. Вот. Что я сделал? Вот. Так, нет. Это конкретно про груш 40 мы поговорили. А вот отсюда начинаю. Итак, что я набираю и вам советую? Надо кому-то, я устал. Помните, я говорю, вот телефон, телефон, позвоните, запишите разговор и спросите, откуда дровишки и где маточный сад. До сих пор тишина. То есть я как один воевал, так и мне предстоит до самой смерти одному воевать. Вот. Горькая правда. Итак, посмотрели. Набираем груши фото. Почему это надо? Чтобы вот это, вот этой вот грязи не было и броня. Набрали. И быстренько пробежались. Когда-то, ну, поймите, проходит пару лет. Я показываю это самое. Ещё пару лет. В надежде, что новые люди появились. Смотрим. Вот так вот примерно. Видите? Нарисовано. Нарисовано. Ну, вот посмотрите. Вот, когда раз, фрагмент. На 180 градусов, вот видите, присобачили. Ещё на 180 градусов присобачили. Нарисовано. Фон видели? Тоже нарисованный. А это, почему я говорю? Дали бы мне возможность провести всесоюзный урок. Мы бы спасли людям. Ведь людей садят. Как вот было? Мешок картошки. А два вида картошки какого-то мужика лет 10 назад здесь в Хакасии посадили. Украл два мешка картошки. Вот. А в это время, 10-15 лет назад, в это время заместитель губернатора, получивший срок, этот срок в своём коттедже отсиживал. Он отсиживал срок в своём коттедже. Ну, это в те времена были. Сейчас такое, может, невозможно. Например, два мешка картошки, 3 года. А он за большой срок. Он его, этот срок, отсиживал в коттедже. Это реальный случай. Это Хакасия. Так вот, слушайте дальше. Значит, изымается с помощью таких фотографий, рисунков. Таких фотографий нет. А, поглядитесь, она нарисована. Ну, сами. Фрагменты. Вот так, 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 так. И готово. Удобно, чтобы каждого не разрешовать. Идём дальше. Значит, миллиарды из кармана вытащили. И никого. Вот, поехали. Эту фотографию хитрят так. Вот берут, отрезают её чуть выше. И она, прекрасную фотографию, хорошо. Чуть выше, видите? И там, якобы, подразумевается, что у неё штамп есть. Вот тут. На самом деле, это обыкновенная ветка висит с дерева. Просто дерево, просто ветка. Но коловит на груш и кедр. Продаётся в Санкт-Петербурге. Идём дальше. Вот. Это нарисовано 100%. Это нарисовано 100%. Я уже ваше время экономлю. Вот. Это украдено. Причём украдено порядка 50 листа. Почему? А это свисающая ветка. Помните, я рассказывал? Тут рядом штамп, с которым свисает. Красиво обрезали. Так. Вот. То же самое. Вот. Ох, какое дерево. Ой-ой-ой. Вот эти тоже. Они все две нарисованы. Никогда в горшке. Вот ещё горшок. Ладно, вот такой был бы. В таком горшке. Ни одной минуты он стоять не будет. Потом пойдёт всё равно. Даже ветра не дожидаясь. Это всё нарисовано. Я рассказывал, почему. Эти же ветки, они одинаковые. Вот эта ветка одинаковая. Вот с этой. Помните? Нарисовал, развернул на 180. Всё это мы проходили. Но оно никуда не девается. Вот в чём беда-то. Опять. Согласен, что нарисован? Внимание. Быстренько смотрите. Вот пятнышко на одном, на другом. На треть. На одно. Оно, 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 оно. Вот. И потом сейчас я дойду до какого-то. Вот. Хотели бы вы иметь вот такой гигантский урожай. Груша коловидная декора. Какой гигантский урожай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, допустим, где-то десятая. Итак, на раз, два, три, четыре, пять, шесть. На семи деревьях 10 плодов. И больше никогда не будет. Знать почему? Кончатка срабатывается и всё. Это максимум. Вот. Полюбовались. Это тоже нарисованное. Я уже показывал его. Нарисованное. Вот. И почему я вам показал вот это вот? Дело в том, что там на... Ну, могу ещё раз показать. Мне иногда думают, стоит ли всё это рассказывать. Сейчас я найду эту же фотографию. Ой, сколько вранья. Сколько вранья. Допустим, мы сейчас с вами... Сейчас я найду сходу. Сходу, сходу, сходу. Здесь, кстати, иногда фотографии исчезают и появляются сами по себе. Так бывает. Вот как раз именно моя. Я на неё нажимал, и она исчезла. Короче, вот эту фотографию я взял как образец. Она тоже светится, как я в грушах волновидная. И чётко прописан питомник, который их продаёт. Давайте посмотрим, что они продаёт. Раз, два, три, пять груш. Умирающее дерево. Вы согласны, нет? Что оно умирает? Вот оно. Согласны, нет? Вот сухие ветки. Всё. Вот. На дальнем плане вообще умирающее дерево нет. Никакой груши нет. Это их реклама. Знаете почему? Сейчас объясню, ребят. Вот. Постулат Железова. На планете Земля нет. Это я точно знаю, потому что я знаю срок службы каждой кончастки. У них новых-то не бывает. Кончатка, и всё, замены нет. Это стол-то один. Нет ни одной колновидной груши, ни одного колновидного брикоса, ни одной колновидной сливы, ни одной колновидной вишни, ни одной колновидной черешки, ни одного колновидного персика. Ни одного. Вот. Из колновидных яблонь 99, не плодоносящих. Два яблочка не в счёт. 99%. Вот. Ну и я, на всякий случай, взял собственную фотографию. Вот. И рассказываю, что почему у меня Сергей, он настолько щепетилен. Вот. Почему бы Сергею не сделать вот так, да? И написать. Ну, та же декора, как угодно. И продавать. Почему нельзя этого сделать? Видите, как всё просто. Возвращаем обратно. Вот. Но, из каждого 100 питомников, 99, меня смущает количество людей, которые участвуют в обмане. обманут их миллионы. Но и тех, кто обманывает, сплошных, тысячи, тысячи, тысячи. Вот. Лапшан, обманут их всех. Всё, что на рынке, в миллионы саженцев, в десятки миллионов, сотни миллионов саженцев на рынке, ими все, они все, эти, их обманывают, все их, эти, покупатели, то есть продавцы. Уже не осталось, есть такое выражение, не осталось ничего святого. Итак, запомнили про колонны? Ещё близко, то есть это тоже, мой друг из этого самого прислал мне название питомника. Я его открыл, так, меня удивила дикость. То, что мы называем дикоросы. 7 тысяч, 8 тысяч, 9 тысяч, 11 тысяч, 14 тысяч, 17 тысяч, 17 тысяч. Черёмухи. Вот. 19 тысяч, 21 тысяч. Нормально? Господи, если бы я выращивал черёмуху, я бы миллиаром стал. Она лезет, её рубишь, она лезет, её рубишь. Черёмуха отдаёт, там такое впечатление, что миллионный плодок этих семян. Яблони. Яблони несъедобные, но всё равно 15 тысяч, 12 тысяч, 15 тысяч. Вот. Барбарис, но уж это-то сорняк, который пришлось вырубить за ненадобность. 4 тысячи, 5 тысяч. Бархатамурский, 21 тысяча. Бересклет европейский, 11 тысяч. Вот. Так вот, чему я это говорю. Дело в том, что давайте посмотрим, что предлагается. Это уже мы понемножку, друзья, должны перейти к теме. Уже есть три варианта. Ресное хозяйство, садоводческое, плодовое и городское. Вот давайте перейдём в городском. Это для них старались. Смотрите, внимательно. Вот это вот Бересклет и есть, да? Вот. Скромно стоит 11 тысяч, каких-то 11 тысяч, да? Вот многие из вас живут в Европейской России. Ясно это не про себе. Вот. У нас и народ победнее, сами знаете. Ну, москвичи среди нас есть. Питерцы есть. Ну, кто это такое чудо видел? А срок жизни у него год, два, три нету. Вот. Продать, продадут. А в садах их нету. Почему? Догадайтесь. Не приспособлены они к нам. А цена приспособлена. Вот она. Бархат тоже сад. 21 тысяча. Но это, это может расти чуть-то не в наиске, этот бархат. Ну, я, конечно, преувеличиваю на риск. Вот. Ну, и в общем-то продают, значит, кто-то покупает. Вот они посадки, да. Меня всегда, это их, беда, городов, которые покупают, вот это все для кого. Это города покупают. Десятки тысяч. Это покупают города. городское хозяйство. Им обязательно предложат штамп, метр-полтора. Так. Вот. И уже с этого момента они при посадке уже болеют. Почему? Сюда сок. Они не знают же этого. продавать-то успевают. Так. А дальше-то что? Переез у него место. Корни искалечены. Даже вот это. Даже вот это все равно искалечены корни. Ну, представьте себе, если вот это дерево, наверное, на это туя, пять метров, то у него объем корней будет тоже где-то пять метров. Кубически. А здесь, ну, и кубометра нет. То есть, они начнут болеть и умирать сразу же после переезда. Но на этом и так и все заканчивается. Дальше идет городская жизнь. Садят. Большая часть умирает. И это. А почему вы поняли? Почему это всех устраивает? Это устраивают те, кто на этом деньги зарабатывает. И продавцы, и покупатели. Купил по 20 тысяч, так, списал 30-40 тысяч. А почему нет? Вот так это делается. Вот. Это тоже, это питомник. Из них будут выкапывать. Труд не огромный. Здесь, видите, нет ни одной травинки. Все это. А полностью механическим трудом невозможно. Тут еще приходится, видимо, и тяпкой заканчивать. Вот. Все это будет выкапано. В таком виде нельзя пересаживать. Ведь, посмотрите, что, допустим, ему 5 лет или 8. 5-8 лет она занимает место. Людям платят хоть какую-то зарплату. большие расходы, которые ложатся на себе стоимость. Ну, почему нельзя однолетний, двухлетний саженец посадить сразу? А? Вот пока ему один-два года, почему его в это время нельзя посадить? Зачем ему столько времени? Ведь он потом, будучи искалеченный, он умирает, к сожалению, лучше бы сразу было. Чтобы людям голову не морочить. Смотрите сами. У них всегда так, пока он растет несколько лет, лезут ветки боковые, отрезают боковые. Это правило хорошего тона. На полутора-двух метрах и меньше там. Выглядит красиво, на самом деле смертельно опасно. Вот. Но это Иван Федорович, спасибо за ролик. Пригодился. Вот еще, пожалуйста. Человек сознательно уничтожил дерево. И оно теперь пошло с самого низу, видите? Оно спасается. А вот это вот, я взял детскую фотографию, просто на серию вставил, потом стер. Ну, решил поберечь самолюбие этого человека. Ну, все понятно. А это я фотографию сделал. Ко мне приезжал Чернобайр. Выходили по саду, у каждого есть свое мнение. Вот. А так как мне не разошлись, я прям при нем взял, демонстративно, сделал вот эту фотографию. А вот, что вижу, а там пою. Вот. еще продолжается тема моя, тема любимая, это городское озеленение. Был такой интересный случай, я почему говорю, что мне никогда не дадут российскую трибуну, чтобы я где-то научил, где-то отучил, вот. Где-то запретил, чтобы такие не покупали. Вот. Потому что большинство умирает или болеет сразу, а потом падает, падает, падает. Вот. Почему мне нужна трибуна? Вот один из моих примеров. Я все-таки идеалист какой-то, как говорится, городской сумасшедший. И вот меня однажды городская администрация придумала такую акцию. А заплатим мы всем желающим по 50 тысяч гранты, причем деньги даем сразу. Приходите, получите деньги, и вы должны предъявить нам посадки. Ну, например, возле своего дома. Много же пустых мест. Возле там этих самых я видел бы, как на территории больницы, наша больница огромная территория, все умирает, все. Ладно бы вот такие их называют длинномеры. Вот такие посадили почти все мертвые. Ни малейшего представления. Но это было еще раньше. Тут, видимо, кого-то приказали, кто-то поехал куда-то. Посадил, все убирает. Есть одна беда, а люди об этом большинство не знают. Вот они на 22 апреля садили раньше. Сейчас садят на майские праздники. Поздно даже в Сибири. Они этого не знают. Посадили и ни разу не полили. Проходит месяц, два, три. Смотришь, вон они мертвые стоят. А вокруг с косами мертвые стоят. И вот они, была такая акция придумана. Я к ней имею прямое отношение. Значит, им вручаются по 50 тысяч, а вы потом предъявите свою работу. где они будут брать эти дикоросы. Как будут и так далее. И так далее, значит, чтобы вы знаете, это же люди абсолютно, им просто нужны деньги. Людям нужны деньги. Вот они. Горожане, которым 50 тысяч, это как кусок хлеба голодного. И вот они мне звонят и говорят с мэрией Валерий Краснодарович, нужно провести лекцию для них. Тогда мы им вручим 50 тысяч. У меня же авторитет. И вот этот пригласили телевидение. А я то думаю, ну вот сейчас будет снята часовая передача. Вот он я. Здесь написано конкурс проектов Звездная В. Зеленая волна. Вот меня снимала моя племянница вот она Даша в зелененькой сидит. Видите, с умным видом. Вот. И телевидение приехала, снимает. Только я начал рассказывать как садить, как обрезать. Не снизу оставляя верхушку, а сверху оставляя низ. Все рассказывал целый час. А телевидение уехало через 5 минут, а показали на экране меня ровно 30 секунд. то есть если бы все, что я рассказал услышал весь город, может быть действительно в городе не было вот этих огромных потерь и изуродованных больных несчастных деревьев, которые растут в кривь, в кость, в кривь и в кость, в кривь и в кость и взеяют ранами. Вот это вот, дайте мне трибуну, кого я спрашиваю, дайте мне трибуну не городскую, нет, научил там два десятка людей, и те наверняка забыли пока, на другой день уже. Мне нужна трибуна общероссийская. Ну, вот пример моей творческой работы. Что вы думаете, за эти деньги просил? А это вот самая страшная вещь, что сейчас наступило время, когда нормальный кустарник, деревья, штабовые, все неправильные, и вот вы обязаны куста-резы покупать. Это естественное обращение ко всем, многие же имеют хорошо, богатенькие, целый гектар, и кто-то должен кубами вот ему наймут кубы, пальметы, значит, змейки, шатры, эти самые, шары, все это и не думать, что красиво. Наша задача, начиная вот с такого, как первая фотография, помните, девочку Машу, вот, внушить, 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 нормальная, естественно, форма та, которая дерево выросла. Все остальное издевательство, все остальное преступление, все остальное выброшенные деньги, ведь это же делает кто? Это все мы платим вот за это вот. А нам нарисуют, не нарисуют, а настригут, чтобы она была ровно, кругленькая и считают это красивым. Красивое это то, что выросло само, увидеть вот эту красоту, увидеть в прошлом листике. Естественно, этот лист упал, это его законное место, его нельзя поднять, его нельзя сжечь, его нельзя просто перенести на другое место, лишая дерева еды. Вот, когда человек это внушить, вот как мне внушил этот самый учитель, мне, первокласснику, если бы не было вот той посадки вишни, был бы я сейчас здесь вот тут с вами, наверное, мне кажется, не был бы. Я был неплохим инженером, у меня, слава Богу, званий этих дипломов хватает. Вот. Но победил тот самый учитель, который меня научил, как правильно садить дерево. Вот. Ну, что это такое? Вот. Ну, вы представляете? И вот, когда детям будет внушено, вот, вот показали, допустим, ну, где-то, ну, меня не пустят на большой экран, но есть же биологи, их тоже в университетах надо научить, чтобы они учили детей так. Ведь сейчас же в современное время не обязательно же курс рисовать на школьной доске. вот. Есть экраны эти самые демонстрационные. И вот она взяла на экране вот такую фотографию и сказала первоклассникам, третий классикам, даже одиннадцатый классикам, дети, дереву больно, дереву больно. и чтобы это было как медитация, понимаете? Посмотрите, что он делает. Дереву больно, что эти люди торгуют этими косами, и чтобы вы купили этого самого, все эти сучкорезы и прочую херню, ну, детям нельзя так говорить, вот. но главное, дереву больно. Дерево, а без этого, оно имеет свою природную форму, которая миллионы лет формировалась, миллионы лет. и переделывать ее дереву больно. И вот тогда, когда миллионы детей, они просто исчезнут, продаж вот это все. И вот я и пишу, чтобы детей тошнило от одного вида пилы. И знаете, как я устал в одиночку? Больше никому, ведь это считается само собой разумеется. Ну, скромный датчик не купит. У него и секатор, и секатор, а без корича дерева. Так, Лена Александровна Савинич, так, значит, урок по прививкам. Дело в том, что так получилось, друзья, что я просто пока, ну, как бы схематично. Получается, время, вроде не сезон, уже и прошло время прививки почек, все уже, как поздно, холодно. Вот. А прививать, весеннее прививки еще рано. Даже заготовка членков рано. Она начнется в ноябре. Вот. Но я просто, ну, я сказал, ладно, я быстренько подберу фотографию. Кто задал вопрос, слушайте, скелетная прививка персика на вишню. Она выглядит вот так. Есть свои преимущества. Вот. Почему? Вишня снабжается морозостойким соком и черешню снабдит соком. Так? Вот. Дальше защитит в какой-то степени, как мама-дочка, вот это вот, более мощный куст, не куст, а более мощный крон, а больше, взять крон, защитит от ветра. Так? Вот. И, и, если уже взять с этого, этого черешня, вы видите, или крупнее лист, веточку, то на следующем поколении станет уже более, ну, что ли, еще очень, очень сложное у них отношение на биологическом уровне. Второй вариант, тамбоскелетный, а вот эта прививка прямо в этом, в основании штамба, прямо возле земли. Тоже вариант, неплохо. Ну, третий, мне, знаете как, нет, вот пишут, что при капочке, при капочке, и я вынужден был взять эту пару фотографий. Прекрасные саженцы. И тому два года, и тому два года. Даже не полные два года. Не полные. Вот. Тогда получается, что для чего это надо? Вот. Человек, ссылаясь на бесконечную литературу, на бесконечные ролики, и говорит, я прикинул, это его слова, я прикинул, что все-таки 90% прививок делается почкой, а вы против. Объясните, почему? Там же не может быть столько людей неграмотных. Вот. Я говорю, нет, они неграмотные. Почему они грамотные? Я согласен. Вопрос чисто практичный. Где вы наберете веток? Черешня, это редкая вещь. Черешня очень сильно болеет. Видите, я специально сделал этот фотограф. Молодое дерево, длинное просто, полутораметровое. Вот тут отрезал, и я сделал с каждого всего 2, 3, 4 прививки. А прививка почкой не 2, 3, 4. Смотрите внимательно. А 20, 30, 40 почек. У меня фрагмент. Пару почек оставляю на прививку. Ниже 2, 3 почки подпадает косой срез. получается 5, 6. Раз, два, три, четыре. А там, в верхней части, не беру, если я не полноценная. У меня 2, 3, 4. Повторяю. Прививки в зависимости от длинной ветки. А у них не 2, 3, 4, а 20, 30, 40. Вот хочешь, не хочешь, хочешь иметь саженцы на продажу. Ты же не можешь такой огромный младший сад иметь. Нет. А теперь спросите, а почему Сергей не продает саженцы? И бы с руками бы отрывали. Шутка ли, сколько фильмов показал, когда я собирал эти на Косовке чересчевые плоды, а? С одной стороны. Да потому, что если вот это дерево я сейчас сниму, возьму с него черенки в декабре, весной оно будет или мертвое, или полумертвое. Но если я возьму с него, ну, допустим, я чисто арифметика, я не отрицаю прививку почкой, я возьму, допустим, а вот на этом, допустим, 30 почек, на этом 20, на этом 30, на этом 20, это вот 100 почек. Так. Я могу пожертвовать, чик, отрезать, почти заподлицо, даже останется на развитии, 2-3 почки можно оставить, и сделаю сотню прививок. Вот тогда гибель, а оно же резаться надо в ноябре, в декабре, в январе, в феврале они могут просто замерзнуть, и даже без этого, даже без обреза, просто взять замерзнуть, это же себе. А человек, допустим, честный порядочный, но хочет заработать, он декабря отрежет, пожертвует этим деревом, но он сделает 100 прививок. Вот поэтому, из-за того, что у нас нет бесконечного количества почек, для прививок нормально весной, остается вариант прививка почкой во второй половине лета, и, да, весной тоже можно почкой, можно. И тогда получается, что большинство ваших саженцев, купленных, привитых почкой, у них рана больше, потому что надо вырастить вначале вот такое, потом привить боковую почку, она пойдет в рост, еще надо это мощный подвой отрезать, и вот эта зияющая рана послужит будущей ранней гибели саженца уже в вашем саду. Вот почему я против плевки почкой. Я, где же ваши эти, привитые черешни, я уже сказал. Попробуй только тронь, сразу останется без последних делю, я так с персиками. Три поколения вырастил, режем, 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 бах, вырастил новое поколение, проходит 6, 8, 10 лет, все в плодах, я цвету, нарезали на черенки, бах, мертвое. Вот это и есть настоящее садоводство.